Всем привет! Я уже делала несколько лет назад этих лесных духов. Они висят у меня на балконе и очень гармонично смотрятся среди цветов и на них удобно вешать садовый инструмент. Поэтому я решила повторить их в подарок. В молдой я заливала гипс. Соотношение гипса и воды нужно смотреть на упаковке с гипсом. После я окрашивала сначала в коричневый цвет, прикрашивая все уголки и впадинки, чтобы не осталось никаких белых просветов. Далее я покрываю уже темно-зеленой краской, не прокрашивая все углубления, чтобы лицо духа было более объемное. Следующий слой краски я взяла чуть светлее, для того чтобы выделить лица духов. Лучше использовать разные оттенки зеленого, чтобы лица стали более живыми. По краю я добавила ярко-зеленый. Сразу лицо девушки стало смотреться еще интереснее. Также выделила глаза. Это глаза яркого души. То же самое я проделала и с духом мужчины. Но на этом я решила не останавливаться и добавила светящейся в темноте краски. Она заряжается от любого источника света и в темноте светится. Сколько по времени светится, я не знаю. Я еще ни разу не проверяла. На девушке добавила светящуюся краску по рельефу листьев и на глаза. А на мужчине по прожилкам листьев и тоже на глаза. С прожилками было сложнее, так как краска немного суховата. Глаза получились слишком яркими, поэтому черной краской я добавила зрачки. Теперь покрываем алкидным лаком, чтобы защитить от дождя, снега и других погодных условий. Решила не покрывать кистью, чтобы не возиться, поэтому просто окунула дух в банку с лаком. Я покрывала лаком три раза с промежуточной просушкой в сутки. Так как сохли они плашмя, то изнанка получилась не очень. Исправляю это, наливая лак-пипеткой на обратную сторону духов. Духи будут на срезе дерева. У меня это липа. Срез я покрываю спиртовой морилкой. Темно-вишневого цвета. На видео она почти черная. После я немного тонирую рельеф желтой акриловой краской. Также срез я защищаю алкидным лаком. Лак наношу уже губкой. Теперь собираем все вместе. Липа очень плотное дерево, поэтому пришлось сначала сверлить дыры, а уже потом выращивать шурупы. Сами лица я сажаю на клей-момент. Вот и готовы лесные духи. Они будут очень хорошо смотреться у кого-то в саду. А вот так они смотрятся в темноте. Надеюсь, вам было интересно. Буду рада вашему лайку и комментарию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!